Итак, мы сегодня поговорим на тему, как Booking.com разрабатывает свои мобильные приложения. Прежде чем мы начнем, мне просто интересно, кто у нас есть в зале. У нас есть мобильные разработчики? Отлично. А product owner, менеджеры есть? Тоже есть, да? А QA инженеры? Даже QA, достаточно общие все есть. Ну, наверное, и другие есть. Хорошо, замечательно. Да, давайте посмотрим. Это не самый, пожалуй, скромный слайд этой презентации. Это по мне. Меня зовут Ярослав Храмов. Я сейчас работаю андроид-разработчиком и по совместительству тим-лидером одной из мобильных команд. До этого я работал в таких компаниях, как Samsung, Flurry, Аналитика, Реклама, в некоторых стартапах и отсорсинговых конторах. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Это то, что мы называем экспериментами. Почему мы предпочитаем эксперименты? Как это? Как ими пользоваться? И что мы достигаем, если мы ими пользуемся? Кроме того, мы также пробежимся по тому, как мы, в общем, разрабатываем, тестируем и релизим наше приложение. Компания была основана и до сих пор находится в Амстердаме. Это мировая платформа по бронированию отелей и не только. Имеет больше, чем 8 тысяч сотрудников по всему миру. Девелоперский офис находится тоже в Амстердаме. Если мы говорим про мобильные разработки, это в основном сконцерен над iOS и Android приложениями. Это 7 мобильных команд и разработчиков. Примерно 35 девелоперов всего. Достаточно много. На сегодняшний день у нас имеется 2 основных приложения. Это основное приложение booking.com, а также новый продукт – это booking.now, который специализируется на бронированиях в последнюю минуту, то есть на сегодня и завтра. Он только недавно вышел. На сегодняшний день присутствует под iOS. Если мы говорим про Android, то Android имеет, согласно Google, Play Market от 10 до 50 миллионов загрузок и рейтинг 4.6 из 5. Это пользовательский рейтинг. Для сравнения, такие компании, как Facebook, имеют рейтинг 4.0, YouTube 4.1, Gmail 4.3, новая версия Gmail, Inbox 4.2 и тому подобное. По поводу iOS, здесь ситуация немножко более скрытая. На Apple Store можно посмотреть, рейтинг явно больше 4.0, 4+. Количество загрузок он, к сожалению, не показывает. Но достаточно много, даже больше, чем на Android. Проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться на ежедневной основе. Прежде всего, это огромное количество пользователей со всего мира совершенно разной возрастной категории, которые путешествуют с совершенно разными целями. Кто-то путешествует на конференции, кто-то еще куда-то, кто-то на отдых. У этих пользователей достаточно высокие ожидания от наших продуктов. Более того, мы поддерживаем более 40 языков и имеем более чем 600 тысяч объектов, где можно остановиться, пожить. Пожалуй, самая главная проблема – это наша точка зрения, точка зрения экспертов, это разработчиков, продукт-онеров, дизайнеров. И как эту точку зрения воспринимают наши пользователи. Пожалуй, главный наш челлендж. Чего же мы хотим достигнуть? Прежде всего, чтобы это было удобно для использования, качественно, надежно. Здесь можно на самом деле очень много чего перечислять, но главное, что мы хотим достичь, это предоставить нашим пользователям лучший user experience на протяжении всего времени пользования приложением. И замечательный слайд, в котором много вопросов, уверены ли вы. У меня на самом деле вопрос к залу. Было ли у вас такое, что вы разрабатываете новый дизайн, я не знаю, веб-сайта или приложение, или же новый функционал, и кто-то даже внутри вашей команды говорит, слушайте, а мне дизайн как-то, он мог немножко бы по-другому выглядеть, или функционал, я ими не собираюсь пользоваться. Такое было? Бывало, да? Хорошо, а как вы обычно справляетесь с этим? Да ладно? Ну вместе принимайте решение, да, или как? Коммуникация, да, то есть в этом месте, ну ладно, давайте там поменяем что-то. Всем нравится тогда, если всем понравилось, тогда сошлись, да? Или ты как? Хорошо. У меня тогда есть на самом деле предложение к аудитории немножко развеяться, не знаю, проснуться, поиграть. На самом деле все очень просто, есть два варианта ответа, ответ А и ответ Б, если вы считаете, что ответ А правильный, поднимайте левую руку, если ответ Б правильный, вы поднимаете правую руку. У меня еще здесь, пожалуйста, встаньте, это на самом деле очень поможет в игре. Давайте поучаствуем. Я обещаю, это будет не тяжело, это должно быть очень просто. Главное, чтобы все видели на самом деле вопросы. Это не knowledge вопрос, это просто как вы ощущаете, что правильно, что неправильно. Так, первый вопрос. Какой продукт заработал, как вы думаете, больше денег на кикстартере? Первый вопрос. То есть есть стилус, джот стилус, который на самом деле позволяет очень точно рисовать на планшетах. Второй – это бумажный самолетик с моторчиком на радиоуправлении. Хорошо. То есть, я так понимаю, многие знают, да? Хорошо, да. И тогда, если вы подняли правую руку, тогда все хорошо, и да, он заработал более 1 миллиона. Если вы подняли левую руку, я попрошу вас, пожалуйста, сесть. Сядьте, пожалуйста. Замечательно. Ну и отфильтровальность у людей. Это был такой knowledge-based question первый, но немножко будет сложнее дальше. Второй вопрос. Как вы думаете, где пользователи больше подписываются? Это реальный пример. Одна из компаний добавила вот такую вот вставку, что 15 тысяч пользователей уже подписалось. Как вы думаете, где больше подписываются люди? Правая или левая рука? Давайте. Голосуем? Голосуем. Отлично. А если вы подняли левую руку, тогда все правильно. Если правую, пожалуйста, сядьте. Вот так вот. К сожалению, да? То есть на самом деле проблема сейчас в том, что согласно данному этой компании показалось, что наверное маленькое число на самом деле не всех побуждает подписаться. 15 тысяч пользователей. Плохой бытест. Плохой бытест. Может быть? Не знаю. Но такие результаты. Следующий вариант. Есть два веб-сайта. Один это вот такая версия, другая это сотрудница компании, где указано ее имя и ее должность, я так понимаю. Как вы думаете, где получили больше запросов? Левая, правая рука? Ну давай. Вера, версия А победила. Пожалуйста, те, кто подняли правую руку. Сядьте, да? Слушайте, еще стоят люди. Хорошо. Еще один вариант. Есть два веб-сайта. Один из них предполагает, что пользователи могут зашарить информацию в социальные сети. Как вы думаете, где люди больше покупают? Отлично, да? Хорошо. Давайте попробуем. Победитель А, пожалуйста. Те, кто подняли правую руку, встаньте. Да, сядьте, да? А здесь было прирост в конверсии на почти 12%. Очень крутые результаты на самом деле. Вот. Еще один вопрос. Две рамки на заполнение. Как вы думаете? Если бы я здесь выделил специально, в одной добавили. Здравствуйте. Конечно А. Давайте, давайте голосуем. Давайте. Нет, давайте. Те, кто сидят, тоже могут голосовать, только просто не вставайте. Хорошо? Вот, да? Хорошо. Все проголосовали? Пробуем. К сожалению, нет. На самом деле, не очень все знают, что ядра, я не знаю, или просто не очень доверчивы. Но как бы те, кто поднял левую руку, сядьте, пожалуйста. Еще стоят люди, да? Хорошо. Бесконечные. Нет, нет, это не бесконечные, на самом деле слушают. Это вот последний вопрос. Где больше люди подписываются на бесплатную пробу приложений? Есть тоже две версии веб-сайта. Один это, есть title и subtitle, другой это существует только title. Такая новая версия. Кому что больше нравится? Хорошо, попробуем. Победитель версии А. Слушайте, ну все сели, видите, на последний вопрос замечательно. Все сели вообще. Я думал, что на самом деле, я думал, что хоть кто-то будет стоять, но не получилось, да? Итак, мы делаем на самом деле все, что вы посмотрели только что, кроме первого вопроса. Это все было реальные примеры из ABA и ABA тестирования. И многие компании к этому прибегают, когда им нужно принять какое-то решение. Альтернативно это есть, это экспертная точка зрения или интуиция, или данные предыдущего периода. К сожалению, с экспертами, мы все с вами являемся экспертами, я в своей области, вы в своей области, да? К сожалению, эксперты могут ошибаться. И это является правдой. Есть еще данные предыдущего периода, это лучше, это немножко хуже, чем ABA тестирование. И, к сожалению, есть другая проблема, что данные очень быстро устаревают. Ну и в крайнем случае, если у вас нет ABA тестирования, у вас нет данных в предыдущий период, ну тогда можно полагаться на интуицию. Но она нас всегда подводит. Итак, что же мы получим, если мы используем ABA тестирование? Это прежде всего, это мы меньше обсуждаем по поводу дизайна, что у нас сработает, что не сработает. А мы меньше зависим от экспертов и их точек зрения. И мы считаем, мы получаем, что все наши изменения в конечном итоге, мы уверены, что они являются коммерческими улучшениями. Кроме того, это дополнительная безопасность ваших приложений, но об этом я поговорю немножко позже. А насколько это все сложно? Примерный код ABA теста выглядит вот так вот. У вас есть старое надежное решение, которое какое-то время уже у вас работает, гарантированно. У вас есть новая функциональность, которую вы хотите протестировать. И есть какой-то флажок, в зависимости от состояния, которое у каждого пользователя определенное состояние, в зависимости от того, как повезло пользователь, у него или один вариант, или другой вариант. Но это самая простая версия. На самом деле, чтобы иметь немножко больше контроля, было бы очень круто, если бы это управлялось со стороны сервера сайта. Что это нам дает? В любой момент времени разработчики, продуктованеры могут отключить или включить эксперименты для всех пользователей. Представьте себе такую ситуацию. Вы выпустили приложение, и, к сожалению, один из вариантов крэшится непрерывно. Воспроведимость 100%. То есть у вас есть… Вы можете, конечно, заново зареализировать новую версию, но это займет время. Вы можете просто отключить эксперимент. У вас будет работать старое проверенное решение, и все хорошо. Или же другая обратная ситуация. Вы выпустили продукт, и вы знаете, что согласно данным он вам приносит на 20% больше денег, чем предыдущий вариант. Зачем ждать следующего релиза? Зарабатывать деньги сегодня? Итак, если мы используем эксперименты, мы прежде всего должны выбрать метрики. Это очень важно. А также найти пользователей, которые будут принимать участие в этих экспериментах. Выбор метрик является тем фактором, он будет определяющим, вы сможете определить, достигли ли вы успеха или нет. Метрик должно быть на самом деле несколько. Желательно, чтобы была основная метрика. Какие-то вспомогательные метрики. Это очень важно. У меня к вам есть очередной вопрос. Как вы думаете, какие метрики у компании Booking.com? Доход, да? Еще есть какие-то? Количество бронирования, да? История. Еще? Просмотр. Конверсия, да? Не знаю. Ну, на самом деле, да, достаточно много правильных ответов. Это количество, может быть, провод проданных комнат, это конверсия, это лояльность клиентов, это основные метрики. Это, конечно же, тоже количество отмен бронирования, это тоже может быть метрика. Это то, что нам напрямую приносит как-то прибыль. Если мы поговорим про другие индустрии, допустим, в игровой индустрии это может быть количество подписок внутриигровых, это может быть количество кликов на рекламы, это может быть какие-то покупки тоже. А главное выбрать нужные метрики для ваших приложений или для ваших веб-сайтов. Это основополагающий принцип. Итак, когда мы поговорили с вами про многие вещи, мы можем наконец-то прийти к такой замечательной формуле, это life cycle эксперимента. Прежде всего, у вас появляется новая идея, что вы хотите сделать. Вы имплементируете эту идею в виде экспериментов, в котором есть несколько вариантов. вы его запускаете, тестируете на ваших пользователях, вы смотрите на результаты и выбираете победителя согласно вашим метрикам. Это не должен быть реверный процесс. Когда у вас появляется идея, вы должны сразу определить, чего же этим хотите добиться. То есть если у вас эксперимент на самом деле должен увеличить конверсию, если он увеличивает количество, я не знаю, отмен бронирования, то, наверное, что-то не так. Это вот один из реальных экспериментов из компании. Этот эксперимент был произведен на Android платформе. Есть вариант А, где можно было перейти через action bar в меню, и там можно было загеологиниться, посмотреть букинги. И вариант Б, это где есть слайдинг панель, выезжающая в меню с левой стороны. Такой вот. Это тоже вот этот эксперимент. Может для вдохновения, не знаю. А какой результат? Откройте приложение. Давайте посмотрим сюда. На сегодняшний день, на самом деле, вы знаете, многие компании используют IB-тестирование. Мы посмотрели вот на игре, что это были реальные примеры разных компаний. Очень многие компании используют IB-тестирование на веб-сайтах, но, к сожалению, почему-то есть такая легенда, что использовать IB-тестирование в приложении – это безумно сложно. На самом деле, это больше миф. Уже существует много решений, которые позволяют вам экспериментировать сегодня. То есть это разные продукты. Главное их отличие – то есть как они распространяют разные варианты. То есть это разные… Это переключение в приложении, это как if statement, или это разные просто версии одного и того же приложения. посмотрите их. Интересно, выберите. Может, поможет. Итак, чего же мы достигаем, если мы используем IB-тестирование? Это что наше финальное изменение. На самом деле, улучшение, а не просто то, что решили вы, или ваша команда, или ваш менеджер. А также это контролируется все со стороны сервер-сайда. Поэтому в любой момент времени это надежно. Вы можете отключать или включать все, что вы хотите. Но главный вопрос – достаточно ли этому? Мы считаем, что не совсем. Эксперименты – это хорошо, но для того, чтобы сделать качественный, хороший продукт, мы уверены, что нам нужно быть быстрыми. Нам надо уметь быстро разрабатывать, быть безумно стабильными, быстро уметь релизиться, а также мониторить ситуацию, как проходит наш релиз. Кому знакома эта картинка? Кому-то знакома? Мой код компилируется. Ну, кому-то, да? На самом деле, это касательно приложений, на iOS это на самом деле не проблема, но на Android на больших проектах это достаточно большая проблема. Компиляция проекта и установка его на мобильное устройство может занимать достаточно немало времени. Тестировать на эмуляторе не очень удобно, всегда приносит нужный результат. Есть несколько решений. Первое решение – это баг от Facebook решения. Это их собственная билд-система. Она появилась еще до Gradle, до того, как Gradle начал работать с Android. Она значительно ускоряет сборку. Есть решение от Booking, это внутренний продукт DCL, динамик от лоадинг. Главная идея заключается в том, чтобы один раз скомпилировать проект, залить его на приложение, на девайс. Потом, если вам нужно что-то поменять в коде, вы меняете это в коде и когда делается билд, меняется, перебилживается только та часть, которая реально изменилась. И только эти маленькие изменения переливаются на девайс. Результат этого примерно в 10 раз ускоряется разработка. Если вам нужно каждый раз потратить от 3 до 5 минут, чтобы только перебилд проект, это очень много. Кроме этого, мы поддерживаемся такого принципа, что вся наша разработка идет, все наши коммиты идут прямиком мастер. Разработчики по мере необходимости могут создавать локальные ветки, делиться, делать ремонт ветки, делиться ими с кем-то еще, но обычно все коммиты идут прямиком мастер. У нас есть тесты, которые помогают поддерживать мастер стабильным. И мы уверены, мы экономим на этом достаточно много времени, потому что нам не надо каждый раз ребейсить, мержить ветки. У нас работает достаточно много разработчиков. Как же мы делаем, уверены в том, что наш проект всегда билдится и всегда стабильный. Для этого мы полагаемся на три основных фактора. Это хуки, это continuous integration system, система неприиманной интеграции, и также тестирование. Если мы поговорим про хуки, то когда разработчик делает git push, его коммит на самом деле не сразу попадет в git репозиторий, хуки его перехватят. они попытаются сбилдить проект, а также запустить основные тесты. В случае это занимает примерно 1-2 минуты. То есть перед тем, если все хорошо, проект билдится, и все основные тесты прошли успешно, тогда коммит успешно попадает в git репозитор. В противном случае разработчику нужно починить проблему, попробовать снова. Мы уверены, что мастер всегда таким образом будет билдиться, и любой другой разработчик, если он заберет изменения, все будет нормально. Кроме этого, существует система непрерывной интеграции, которая после каждого коммита разработчика запускает те же самые тесты. Кроме того, она делает специальные билды, если нам нужны какие-то релизные билды. Кроме этого, как я уже говорил, у нас поддерживаются более 40 языков. Для этого работает огромное количество переводчиков. Переводчики – это не люди из IT. К сожалению, они тоже допускают ошибки, особенно форматирование. Для этого есть специальные тесты, они тоже прогоняются на Continuous Integration системе. Кроме этого, мы полагаемся на UI-ные тесты. Тоже очень важно. Кроме тестирования. Кроме этого, если мы поговорим про само тестирование, у нас есть отдельная, во-первых, команда разработчиков, тестировщиков, которая постоянно поддерживает, помогает нам поддерживать проект в хорошем состоянии. У нас есть тесты на ключевую функциональность, которой мы убеждены должны быть. А также UI-ный тест, о котором я уже говорил. Кроме этого, мы регулярно проводим баг-бэш-сессии. Кто знает, что такое баг-бэш-сессии? О, есть пара людей. На самом деле, баг-бэш-сессии – это когда собираются тестировщики, девелоперы, продуктованеры. Они перестают заниматься своими прямыми обязанностями, они тратят немного времени, собираются все вместе и начинают смотреть какую-то специфическую область, которую мы изменили, допустим, новые эксперименты, которые мы сделали перед релизом. И смотрят, что как бы просто их тестируют, пользуются ими. Достаточно эффективная штука, помогает ловить много багов, а также поделиться опытом, может быть, что-то некрасиво или может быть сделано лучше. Кроме этого, есть внутренний релиз внутри компании. У нас более 8000 сотрудников еще раз, и мы можем на самом деле себе это позволить. Но даже если у вас небольшой опиос, тоже замечательно. Кроме этого, мы также пользуемся сторонней помощью, но в данном случае это вовсе не профессиональные тестировщики, это не кей-инженеры, это обычные люди, которые могут подписаться на тестирование и в свое свободное время потестировать наше приложение и если они что-то найдут, они могут просто нам отправить, как это воспроизвести. Если мы это воспроизводим, то все остаются счастливы. Мы можем починить, устранить проблему. Все хорошо. Кроме этого, мы уверены, что для того, чтобы быстро разрабатывать, нужно быстро релизить. У нас мы используем трейнер релиз модул. Это означает, что все релизы регулярные, они заранее спланированы. Если какому-то разработчику по какой-то причине он не успевает закончить свою разработку до релиза, к сожалению, его поезд ушел, он поедет на другом поезде, в следующем релизе. Никто не будет задерживать поезд из-за одного человека или даже из-за двух. Все очень просто. Что это нам дает? Каждый знает, когда следующий релиз и может спланировать свое время. Каждая команда может спланировать, что и как она хочет сделать, что она может пытаться успеть. Сложность каждого релиза примерно одинаковая. Кроме того, мы уверены, что, насколько вы, наверное, знаете, на приложениях есть такая проблема, что зарелизить их достаточно трудоемкий процесс. Он занимает много времени. Допустим, для Android это чтобы зарелизить всем нашим пользователям это надо примерно один день. Так как работает Play Market, он потихоньку распространяет пользователям. Даже если вы поставили сразу на 100% релиз. К сожалению, это один день, не моментально. На iOS это еще дольше. Это зависит только от компании Apple. Сколько у них займет процесс ревью. Это может быть от одного до пяти дней. Бывали случаи, когда и дольше. Что это нам дает? Представьте себе такую ситуацию. Вы зарелизили продукт. К сожалению, он крашется. Hotfix. Но, к сожалению, к моменту, когда он поступит, он уже будет далеко не hot. И в данном случае я вас обращаю еще раз внимание на эксперименты. Вы в этот момент можете спокойно просто включить эксперимент и вам не надо делать никакой hotfix. Вы почините этот эксперимент в следующем релизе и все будет хорошо. Дополнительная безопасность. На Android существует поэтапная выкатка приложений. То есть вы можете распространить ваше приложение только, допустим, 5 или 10% пользователей. Кроме этого, есть альфа и бета-тестирование. Это все предоставляет обычный Play Market. На iOS есть Enterprise Sign-in Program. И также есть тест-лайт. Правда, она работает только для iOS 8. Enterprise Sign-in Program. Это на самом деле вы можете подписать ваше приложение и после чего распространить его через OTA или другие способы другим разработчикам, просто тестировать. Тест-лайт – это устанавливается отдельное приложение. и после этого пользователи с этим приложением получают определенную версию. Вета-тестинг. Если мы посмотрим более подробно, поэтапная выкатка, она на самом деле очень замечательная штука для Android. К большому сожалению, ее нет на iOS, но я хотел бы уделить этому отдельное время, потому что это незаменимая вещь. Вы можете выкатить 5 или 10% пользователей, посмотреть, как у вас проходит релиз. Если что-то идет не так, вы можете выпустить заранее hotfix. Не надо всем вашим пользователям знать, что это пошло не так. Кроме этого, новая опция, которая была добавлена буквально на этой неделе, это Android разрешил заморозить релиз. То есть, допустим, вы проследили на 10% все нормально, вы сделали релиз на 100%. Прошло 12 часов, то есть еще не все пользователи получили обновление. И если вы в этот момент заметили, что это пошло не так, и, к сожалению, никакие другие способы решить проблему не помогают, вы можете просто остановить дистрибьюцию этого релиза. Конечно, те пользователи, которые уже получили, будут заражены. Проблема надо решать, но она будет немножко менее критичная. Кроме того, мы уверены, что после того, как вы сделали релиз, необходимо тестировать ваши основные метрики, а также крэши, ошибки. Для этого есть достаточно много разных продуктов. Crash Analytics, Bug Sense. Ваши основные метрики, это очень важно. Пожалуйста, мониторьте их. И, пожалуй, это все. Это вся презентация. Мы поговорили про экспериментирование, почему мы предпочитаем эксперименты, в отличие от экспертных точек зрения, что мы благодаря этому достигаем, также как мы разрабатываем, как мы тестируем, и как мы релизим наше приложение. Достаточно поверхностно, но все-таки поговорили. Вы здесь можете на этих референсах перейти на эти сети и посмотреть эти реальные примеры ЭБИ-тестов. Нам можно очень удивиться. Пожалуйста, Ваши вопросы. Спасибо, Иеруслав. Здравствуйте, Иеруслав. Спасибо за доклад. Меня зовут Ольга. У меня вопрос, что вы принимаете как эксперимент? То есть весь новый функционал или какую-то только часть нового функционала? Мы считаем, что эксперименты это весь новый функционал, который поступает в наше приложение. То есть в идеале это любые изменения. У нас достаточно большая база пользователей. Поэтому если это можно обернуть в эксперимент, мы это пытаемся обернуть. Это не обязательно всегда нужно будет получить какие-то достоверные результаты. Мы не должны всегда убеждиться в том, что это приносит нам какую-то дополнительную конверсию или что-то. Но в случае, если просто для дополнительной безопасности мы иногда тоже оборачиваем в эксперимент. Спасибо. Здравствуйте. Слышно? Да. Лично, да. Меня зовут Алексей. У меня следующий вопрос. Я booking пользуюсь давно и не могу представить ситуацию, что мне показали синюю кнопку вместо зеленой. Я такой, а к черту посплю на улице сегодня. То есть какие именно задачи вы решаете обы тестировании? Это рост базы пользователей или может быть, чтобы люди выбирали какие-то конкретные предложения? То есть какие примеры и какие выводы вы сделали из IP-тестников? Что вы изменили после этого? Смотри, все зависит от того, чего ты хочешь добиться определенным экспериментом. Если эксперимент, от этого, ну, главное, какая метрика, да, что ты хочешь добиться. То есть если это эксперимент направлен на конверсию, то может быть, допустим, я не знаю, вы что-то поменяли в процессе бронирования, пользователям стало что-то более понятно. Это упрощает задачу бронирования. То есть на тебе одно, почему я говорил про вам надо найти пользователей. Если это один-два человека, тогда, ну, это на самом деле не статистика. Надо иметь достаточно большое количество пользователей. То есть тогда можно анализировать, потому что если один человек, образно говоря, там сейчас все даже здесь в этой аудитории откроют приложение, да, и не забронируют ничего, ну, это шум, да, в данном случае, потому что я вам просто сказал это сделать. Если это, допустим, эксперимент, который говорит, я не знаю, давайте что-то представим, перейти в какой-то веб-сайт, да, тогда может быть метрика сколько людей перешло на этот веб-сайт. Это, ну, метрика, мы этого достигли. Мы можем проверить, сколько там до этого переходило и сколько сейчас доходит. Может, перед этим у нас, перед этим вообще этого функционала не было, у нас переходило 0 человек, сейчас переходит, я не знаю, там, 2000 человек, и при этом мы ничего не потеряли, люди как продолжали бронировать, так продолжают бронировать. Это их не настораживает, все нормально. Не, ну, с переходом на веб-сайт понятно, но у вас, кроме бронирования, то есть, ну, метрики вы называли, тем не менее, вот было такое, что вы, грубо говоря, кнопку переставили, да, и у вас на 5% больше бронирования стало после этого. 5%, это достаточно большая цифра, но, как бы, да, такое есть. Спасибо. В том числе, как бы, это такие маленькие вещи, как, образно говоря, цвет кнопки, да, это где она находится, сделать ее просто более заметной пользователем, тоже иногда помогает. Ярослав, спасибо. Меня зовут Максим. Я так, если я правильно понял, все новые фичи в очередном релизе вы разбиваете на несколько экспериментов и вот на сколько в среднем, ну, и как-то группируете ли их? Нет, каждая новая фича, это желательно, чтобы это был отдельный эксперимент, потому что отдельно для каждого эксперимента собирается его статистика. К нему привязаны определенные метрики. Каждый релиз? Да, да. Ну, количество это много. Ну, каждый релиз, а, ну, в принципе, понятно, но если их много, этих фич, то они, для них формируется, для каждой фичи формируется своя А, Б, часть. Да, да, то есть для каждой фичи имеет базовый базовый варианты и… нет, вся пользовательская аудитория для каждой фичи разбивается на две части, там, допустим, для каждой отдельно или… Если я правильно понял ваш вопрос, каждый пользователь получает все эксперименты в одном из вариантов. Понятно, спасибо. Здравствуйте. Я Наталья, город Омск, компания Тонтек. Вот сейчас возникла буквально на ходу мысль, а что если, например, эксперимент А, эксперимент номер один идет по ветке А, эксперимент номер два по ветке Б, там, С, эксперимент третий идет по ветке А, вот в этом случае там достигается максимум, да, но вдруг это вот именно вот это сложение экспериментов на этом человеке, Смотри, для этого порядок у вас должен быть пользователей больше, чем экспериментов, на несколько порядков. Если пользователей намного больше, тогда эксперименты на самом деле на друг друга не влияют. То есть мы недавно буквально посмотрели на зависимость экспериментов, на вектора, то есть у нас есть еще огромный запас по тому, сколько у нас есть экспериментов и сколько мы можем еще сделать. То есть при огромном количестве пользователей такого, что да, если я правильно понял, о чем вы говорите, что, образно говоря, какой-то есть суперплохой эксперимент или суперхороший, и он может повлиять на все остальные эксперименты. То есть при большом разбросе между всеми пользователями это нигалируется. Еще второй вопрос. Сколько времени в среднем нужно, чтобы понять, вот сейчас мы получили результат и метрика сработала, все или мы видим, разницы нет? Достаточно сложный вопрос. Все зависит от того, сколько у вас пользователей. и как быстро, как часто они пользуются вашим приложением. Ваш пример букинга? Это несколько недель, несколько сотен тысяч пользователей каждого варианта. Третий вопрос. Есть стратегия какая-то для того, как сервер включает Айбе-версии для клиентов? Или просто рандомно 50 на 50 процентов? Вы можете включать по-разному. Это зависит только от инструмента, который вы используете. Я, честно говоря, посмотрел мельком через разные продукты, которые я показал. Я знаю, что, допустим, наш внутренний продукт позволяет распространять, как мы хотим. То есть это может быть 20 на 80, то есть только 20 процентов пользователей будут получать версию А, 80, Б. И потом просто обычной математикой это можно пересчитать. То есть вопрос, что у вас, чем меньше у вас пользователей в каждом, в одном из вариантов, тем больше вам придется собирать статистику. То есть только в этом как бы проблема. А так, пожалуйста, как вы хотите. Ярослав, я тоже из Омска. Меня звать Александр. И у меня тоже три вопроса. Традиционно. У всех три вопроса. Это хорошо? Нет, у Мичей только. Первое. СИАй. Система. Вот СИАй, то, что вы говорили, на каких системах базируется. Второй вопрос. Это вот вы говорили про свободных вот этих пользователей, которые могут тестировать ваше приложение. Мне интересна процентная часть относительно тестировщиков. Сколько получается вот они оттестируют. Ну, тестируют. И на реальных устройствах у вас тестирование, ну, как происходит, тоже интересно. Спасибо. Да, так давайте по порядку. Первый вопрос был… СИАй. СИАй, да? Это используется Jenkins, на самом деле. Думаю, многие знают, да? То есть я, честно говоря, не знаю, нужен ли более развернутый ответ. Какой был следующий вопрос? Тестировщик. Тестировщик. Свободный тестировщик. Да, да. Процентное соотношение. То есть давайте так. Вот это third party тестирование, это не замена основного тестирования, это дополнение. Это мы хотим проверить, что наше приложение на самом деле на 100% надежное. И это всего лишь приятное дополнение. Сколько там работают людей, я, честно говоря, не могу сказать. Я просто не знаю, но у нас поступают там время от времени какие-то вещи, которые они находят. То есть это 1-2%? Ну да, но это никак не связано с командой, с основной командой тестирования. Тестирование на реальных девайсах. Да, тестирование на реальных девайсах. Это совершенно разные форм-факторы. У нас достаточно большой склад девайсов. Мы знаем, что существуют проблемы и с разными устройствами, очень специфические проблемы. Допустим, вот даже такие популярные компании, как Samsung, да, там, допустим, на каких-то определенных версиях API может работать немножко по-другому, да, и поэтому нам приходится тоже так как на это смотреть и как-то принимать какие-то меры для этого. То есть иметь девайсы и тестировать на реальных девайсах, это очень важно. А процесс автоматизированный? Автоматизированный, да. В помощи чего? Ну, continuous integration, девайсы подключены на continuous integration, у них хранится UI-тесты. То есть эта часть автоматизирована, но, конечно же, есть просто, есть ручной тестирование, да, команде тестирования доступны все девайсы, можно, и разработчикам тоже, они могут в любой момент взять любое устройство и посмотреть, как приложение будет работать. Но, опять же, есть ключевые устройства, да, определенных форм-факторов, да, основные, там, планшеты, да, там, вертикальное состояние, горизонтальные, 7 дюймов, 9, там, 10, там, разный, там, medium resolution, high resolution, да, ну, на них все прогоняют все это. Здравствуйте, я Андрей, он систем Новосибирска. У меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что у вас разработчики пилят новые фичи непосредственно на боевом бранче. Так? Вот смоделируем такую ситуацию, что, допустим, разработчик запилил новую фичу, пушнул ее, прошли все юнит-тесты, она дошла, собственно, до самого бранча, туда дошла, в общем. Да. На этом этапе выступают, начинают тестировать, собственно, тестировщики. Ну, они, да, они пытаются… Да. И вот, допустим, тестировщик выявил, что фича работает с каким-то багом, что-то не так работает. Да. Наступает, в этот момент наступает дедлайн. Требуется деплоить эту уже новую версию на стейджинг или там в продакшн. И вот у вас есть фича, которая работает неправильно с каким-то багом. Как вы поступаете в этом случае? Мы всего лишь отключаем эксперимент. Это занимает 2 секунды. От эксперимента отключается. У вас есть всегда базовая версия, которая всегда находится в рабочем состоянии. То есть у вас будет… У вас, я показывал, помните, слайд с их стейтментом. На самом деле это очень упрощенная модель. Но у вас есть всегда базовая версия, в которой вы всегда уверены. Спасибо. Если эксперимент заимплементирован правильно, это для вас вообще не есть проблема. Вы всегда можете просто зарядить продукт с выключенной фичей. Отлично. Ярослав, спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый вопрос. При экспериментировании, как учитывается сезонный фактор? Все-таки бронирование отелей зависит. Как-то, наверное, тут фильтр должен быть. И еще один вопрос. Ну, в общем-то, я сам очень давно пользуюсь букингом. И, ну, пользуюсь им раз в несколько месяцев, несколько раз в год. Получается, что тоже при тестировании, при экспериментах, получается, вы не на одном пользователе, да, его поведение получается? Нет, нет. Это очень большое количество пользователей. Поэтому усредняется. Да. Ладно, тогда первый вопрос. Первый вопрос. Сезонность, да, сезонный фактор. Смотрите, смысл A-B-тестирования, что эксперимент идет одновременно, да, то есть в одно и то же время у кого-то вариант А, у кого-то вариант Б. То есть тем самым, если даже у нас сейчас высокий сезон лета, то на самом деле оба человека находятся в одних и тех же условиях, правильно? То есть на самом деле тем самым сезонный фактор просто автоматически устраняется. Получается, просто поведение мое летом, когда, например, еще дотрудь одно, а там, скажем, с собой, когда мне нужно поедать командировку, мы с соседней… Ну да, да. Здесь мы пытаемся просто усреднять, потому что, насколько я сказал, да, у нас есть два приложения. Одно из них – это основное приложение, да, есть второе приложение, наук, которое заточено вот под… Это больше такой бизнес, да, бизнес-решение. И первое приложение, оно просто более усреднено под всех пользователей, независимо от цели вашей поездки в любое время года. То есть мы не хотим просто выпускать разные продукты под разное время года, под разных пользователей. Давайте последний вопрос, ребят. потом можете просто задать. Привет, спасибо за доклад. Арсений Ламода. Какие инструменты вы используете для автоматизации тестирования UI, и если у вас есть какие-то собственные инструменты, опенсорсные ли они? Спасибо. Первый вопрос. Какие инструменты используем? Мы используем колобаш. То есть колобаш используют, да, для iOS и для Android. Опенсорсные инструменты, наверное, нет. Не на сегодня. На сегодня нет. Спасибо, Ярослав. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ , АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ